итак я буду работать с разными изображениями естественно ну самые простые изображения конечно на белом фоне они встречаются в природе наверное все таки реже чем все остальное и одно из самых простых способов на мой взгляд но опять же ссылаясь на то что этот способ все таки работать немного не так как бы хотелось это волшебная стерка это наверное все таки один из самых моих нелюбимых инструментов потому что волшебная стерка просто волшебно все удаляет на вот и контроля вы не производите в этом случае никакого то есть кликнули фон удалился и принимаем то что получилось это не очень хорошо потому что как бы прежде чем что-то получилось я хочу проконтролировать что же получается и как с этим дальше работать аналогично настройкам то есть если посмотреть по настройкам на вот этой волшебной стерки аналогичные настройки существуют другого инструмента а этот инструмент у нас называется волшебная палочка вернусь верну все как было и на мой взгляд как бы лучше бы контролировать весь процесс потому что прежде чем надо что-то удалять нужно убедиться что вы не удаляете ничего лишнего да это что остается для работы соответственно взяв волшебную палочку мы видим аналогичные настройки инструмента как у волшебной стерки да то есть это и толерантность это из учитывать смешанный диапазон и в конце концов после того как я кликнул по белому фону у меня выделился так как меня интересует непосредственно сам цветок я делаю инверсию выделения и сейчас на текущий момент я уже вижу что происходит что я выделил и даже могу себе позволить доработать это выделение чтобы оно стало более интересным прежде чем я дальше что-то буду делать вот контроль выделения производится с помощью команды select and mask или в ранних версиях по моему с 14 версии до 14 версии включительно это называлось refine edge то есть кликнув туда я вижу как выглядит мой цветочек как он выглядит на каком-либо фоне как он будет выглядеть без фона то есть в данном случае это мы должны понимать что это визуализация в первую очередь да то есть это никак уже не конечный результат то есть я хочу посмотреть как это без фона смотрится на фоне на черном фоне и доработать доработка у нас несколько значений это smooth сглаживание это элементарная растушевка для более интересного отображения и после этого я уже могу как-то что-то дальше делать то есть либо доработать это выделение каким-либо из инструментов нажав ok выделение получил ну и самый простой способ отделить объект от фона бэкграунд телефон изначально было бы неплохо оставить как есть то есть как бы он должен оставаться как источник и как исходник его портить нежелательно поэтому то что я выделил надо просто скопировать в новый слой это команда layer new layer via copy после чего у меня получается отдельный слой и самое главное если бэкграунд в глазик аккуратненько выключить или выкалывать пальчиком то мы видим что у нас фона теперь не существует соответственно этот цветок готов либо переместиться куда тоже без фона либо мы его под него положим какой-нибудь другой фон там при желании но я это если говорить о простейших действиях объектов с белым фоном если мы говорим о выделении или в первую очередь нас интересует выделение потому что сделала в хорошее выделение дальше отделить фон будет не проблема мы можем поступить вот таким образом допустим вот у нас есть некий жук опять же я хочу заменить заднюю часть фона тут тут несколько вариантов решения вопроса либо я тогда выделю весь зеленый что в общем-то мне упростит задачу выделения либо я хочу полностью забрать жука и поменять его место положения то есть тогда нам понадобится уже другое немножечко действие вот если мы говорим о замене только вот этого заднего фона я не хочу зеленый я хочу какой-нибудь голубой на фоне голубого неба вот что я делаю в этом случае ну как бы сам процесс выделения можно произвести либо с помощью опять же волшебной палочки которая позволит нам выделять такие вещи либо это инструмент quick selection инструмент быстрого выделения с помощью которого я могу там провести по фону произойдет выделение либо это инструмент который находится свиточки select он называется color range выделение по цветовому диапазону в принципе тоже достаточно удобная команда учитывая то что мне надо было всего лишь на все кликнуть по части фона и с помощью пипетки с плюсом добавить все весь остальной фон сразу будем говорить что данное действие хорошо только если у вас фон примерно однородный а вот если где-то жуки еще был бы часть зеленого да то конечно было бы не актуально это использовать учитывая то что на жучок был бы не в том виде в котором нам хотелось то есть его бы тоже будет но на текущий момент я вижу что он белым цветом это указывает то что у меня выделено то есть выделенная часть черный это не выделенная часть соответственно нажав окей я получаю выделение и далее мы можем уже проконтролировать или произвести ну скажем так разные действия по отношению к этому фону то есть это начиная с заливки заканчивая цветовой коррекции размытием как один из вариантов но это получается напрямую на фотографию вот то есть как бы как я уже сказал на фотографии или на источнике лучше конечно таких вещей не делать потому что все таки источник будет утерян и ваша работа то что вы испортили вот этот фон потом менять будет сложнее потому что то же самое выделение получить будет уже проблематично поэтому лучше это делать отдельным слоем то есть либо вы копируете слой и потом с ним производите какие-то операции либо вы создаете корректирующие слои и опять же с помощью них производить какие-то операции то есть первое допустим я хочу просто скопировать слой точно так же то есть копирую фон отдельно через команду layer new layer biocopy у меня получается вот он отдельный слой с жуком а если у меня есть отдельный слой с жуком то один из вариантов опять же мы говорим о вариантах я могу дать элементарно этому слою эффект эффект заливки какой-либо да причем как бы неважно какой у нас становится доступна эффект слоя fx я могу выбрать color overlay это заливка цветом gradient overlay заливка градиентом или добавить узорчик ну узор мне кажется сейчас здесь будет не актуален я добавлю допустим gradient overlay и вот у меня у меня меняется уже он я работаю с градиентом я могу выбрать тип градиента который я хочу использовать я могу понять режимы наложения то есть как они сочетаются с нижестоящим да и вижу происходящее есть контролирую прозрачность какие-то там то есть в данном случае у меня идет затемнение а я могу просто интернет сказать что я хочу поменять цветовой тон и вижу как он здесь я художник менять сделать не хочу коричневый пусть будет масса цветной жучок такой тонность меняется синенький сверху золотенький снизу даже можно подвинуть как я хочу и вот он фон заменим да то есть у меня все картинка остается то же самое просто эффект который положен на этот слой он как раз изменяет отображение вот этого фона на то есть я мог пытать и текстурирование какое-то то есть у нас есть узорчики вот пожалуйста узоры другой фон режим на фоне ковра нет на фоне кова на конечно ну что ж если все понятно хорошо буду рад видеть вас на своих занятиях или на следующих вебинарах которые у нас будут дальнейшем спасибо